Здравствуйте! Тема сегодняшнего видео Как обезопасить себя во время процедуры депиляции и избежать раздражения Прежде чем начать удалять нежелательные волосы, нужно немного подготовиться Первое, на что нужно обратить внимание, это правильно выбранный воск или сахарная паста По типу кожи, по жесткости волос Обычно на этих средствах всегда указано, для каких целей создан этот продукт После чего стоит обращать внимание на то, как вы готовите сам материал Старайтесь не разогревать воск в микроволновке Лучше разогреть его в специальном разогревателе до нужной температуры Воск должен быть мягкой медовой текстуры, чтобы избежать перегрева его и ожога и раздражения на коже Следующий этап – это подготовка кожи к депиляции Как правило, используются специализированные средства Это лосьоны, гели и есть депиляция по маслу Если у вас нет этих средств, то можно обработать кожу хлоргексидином Старайтесь не использовать спиртосодержащие средства, чтобы также избежать раздражения Если кожа уже раздражена, либо вы очень сильно потеете Перед тем, как удалять волосы, стоит использовать тальк Для того, чтобы в очередной раз обезопасить себя от травматизации кожи Если вы обладатель сухой и шелушащейся кожи, то накануне, а это за сутки, стоит подготовиться и отскрабировать кожу Наш скраб гильтек энергии обновления мягко и аккуратно уберет лишний роговой слой После процедуры обязательно нужно удалить остатки липкого слоя И нанести защитное успокаивающее средство Для этого вполне подойдет гель с гидролизатом коллагена и алоэ вера из коллекции Борикея Если раздражение все-таки случилось, с ним поможет справиться гель интенсив регенерация Это средство специально разрабатывалось для травмирующих кожу процедур Он моментально заживляет и успокаивает кожу И небольшой совет После депиляции хорошо носить свободную хлопковую одежду Это поможет избежать раздражения и будет являться отличной профилактикой врастания волос На сегодня все Оставляйте свои комментарии, подписывайтесь на наш канал Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok